утро 10 августа сегодня наконец-то на самого утра радует солнце хотя конечно тучи присутствуют но погода скорее всего более-менее так налаживается уже потеплело ночью не сказать что было очень холодно так хорошо было вчера вечером комаров и мушкары практически не было очень маленьком количестве если только вот сегодня с утра есть мошка но и конечно тоже не особо много но все-таки есть особенно если стоять на месте она прилетает проснулись мы минут в 28 сходили умылись набрали воды будем готовить завтрак и начнем постепенно собираться перед завтраком осматриваем окрестности так река выглядит дальше по течению именно туда мы продолжим путь как видно река то довольно широкая течение есть а вот дела с перекатами становится все хуже кстати сегодня с утра рядом с нами рыбачили мужики на лодке сейчас они отплыли от нас и находятся дальше по течению лембы с этого ракурса их лодка хорошо видна на реке а мы ночевали в этом месте сверху отлично просматривается галечная излучина где находится наша палатка с яркой байдаркой вчера вечером тут мы сумели найти подходящее песчаное место хотя камни конечно там были на газу мы сделали по паре кружек чая немного его попили вот он еще у нас остался на потом начинаем кипятить сейчас воду будем готовить рис вода закипела сегодня у нас рис по плану как обычно делаем три пакетика вода уже солененькая добавлены некоторые приправы теперь это дело поварится несколько минут и потом рис будет доходить вот такой у нас завтрак на сегодня рис сушеным мясом после перекуса быстрые сборы собираем палатку все упаковываем по гермомешка проверяем байдарку транспортируем все к берегу и после этого отчаливаем около 11 утра мужа на воде план на сегодня несложный эта дистанция легко проходится деревня епа и правый приток речка пага будут служить нам сегодня ориентиром но до этих мест надо доплыть сначала будет река пага а уже потом деревню судя по всему там должна будет работать связь а ее у нас не было с 4 августа если все получится то там заодно созвонимся жителям абизи куда мы держим путь чтобы договориться о ночевке в домике с бани и нашей дальнейшей транспортировки железнодорожному вокзалу ну и помимо этого было бы хорошо позвонить родственникам и сказать что у нас все отлично сегодня по широкой реке плывем очень вольготно стараемся держаться ближе к берегу особой глубины по-прежнему нет дно прослеживается практически на всем протяжении сплава погода не внушает оптимизма тучи затянули все небо солнца нет есть ощущение что сегодня без дождя не обойдется а в этом месте лимба вновь бьется на два рукава плывем слева и здесь появился долгожданный легкий перекат берега на реке кардинально изменились если верховьях были скала то сейчас чаще встречаются относительно высокие осыпные берега но в основном конечно здесь просто идут галечные косы или заросшие кустарникам берега виды похожи на обычные реки из средней полосы россии после пройденных километров начинаешь вспоминать красоту верховья племба вскоре на правом высоком берегу показался домик рядом находится устье реки пага тут не останавливаемся сразу продолжаем двигаться дальше к деревне да и видно что погода портится есть вероятность что пойдет дождь легкий перекат неспешно несет нас дальше и уже где-то вдалеке послышали звуки аэролота похоже кто-то едет на рыбалку а мы постепенно приближаемся к епи на этой деревне остается по прямой около 6 километров преодолели мы за сегодня уже 12 километров останавливались на недолгий обед вот в таком живописном месте левый берег высокий это перед епой как раз до этой деревне нам ну километров 5 наверное примерно по прямой уже скоро там будем вновь много мошек погода пасмурная мы перекусили все здесь снарядили все вещи сложены все в гермах можно плыть дальше вот этот участок можно назвать очень живописным он хорошо выделяется внизу обе реки высокий левый берег похоже осыпной и сверху покрыт лесом красота по сравнению с обычным низином берегом тут есть на что посмотреть до деревне остается можно сказать одна длинная прямая но дождик стороной нас все-таки не обошел сначала впереди мы увидели тучу уже издалека было видно что это не настя мимо нас не пройдет но отступать нам некуда решили не останавливаться и не пережидать а просто двигаться дальше не обращая особого внимания на дождь на улице не холодно поэтому продолжаем наш путь конечно в таких условиях плыть не особо приятно а если бы был сильный ветер да с хорошим дождем то было бы совсем грустно и наверное прохладно а так этот небольшой дождик поливал несколько минут и вскоре закончился грозные плотные тучи ушли кое-где появились просветы голубого неба ветра никакого нет на воде ровная гладь с желтой пленкой возле берега течение тут вообще слабое а мы уже подплываем к цивилизации видим высокий правый берег стоят дома на берегу находится несколько моторных лодок приплыли мы в деревню под названием епа всего преодолели 139 с половиной километров немного исторической информации из интернета эта деревня находится в городском округе инта республика коми епа была основана примерно 130 150 лет назад и закрыта в 2010 году ее основал артеев петр ефимович название деревни произошло от фамилии имя и отчества он взял заглавные буквы и соединил их в обратном порядке до закрытия жители деревни занимались сельским хозяйством разводили скот на мясо в летний период заготавливали сено для скота отсюда в поселок абись куда мы и держим путь ежедневно курсировал катер который поставлял из епы в абись свежие молочные продукты после закрытия деревни всем жителям были выданы квартиры в инте и многие разъехались однако в летний период люди возвращаются в свои дома содержат хозяйство выходят в лес за ягодами и грибами а также охотятся и ловит рыбу здесь в епе наконец-то совершаем долгожданные звонки из мобильных операторов работает мегафон и мтс теле 2 не ловит также отсюда звоню в абись вячеславу договариваемся о домике и о бане мы в абизе будем послезавтра среду да да вот мы со среды на четверг у нас четверг поезд будет вот тогда связь там ловит до были в кабинете мы сейчас в епе мы в епе находимся прощаемся мы с деревни епа на реке вообще полный штиль ветра нет совсем зато много вылетело мушкары будем сейчас двигаться дальше поговорили тут с кем хотели договорились насчет домика с баней в среду через два дня нас еще две ночевочки ну да потом приедем в абись там помоемся поспим и будем ждать поезд но до этого момента у нас еще будет два ходовых дня плюс немного сегодняшнего сплава двигаемся дальше мы решили проплыть еще несколько километров чтобы не отставать от графика и для того чтобы слегка отдалиться от населенных после епы никаких изменений на реке нет ширина приличная но при этом плыть нормально течение вроде есть а вот перекаты и быстрины уже не встречаются глубины тоже особой нет очень часто если взглянуть воду что там будет прослеживаться дно а бывает и так что дно задеваешь веслом при грехе отплыв от деревни километра на четыре начинаем внимательнее осматривать берега ведь подходящих мест по стоянку здесь немного уж лучше проплыть чуть меньше и расположиться в хорошем месте нежели ночевать в зарослях или на кочках с камнями в итоге преодолев за сегодня почти 24 километра мы останавливаемся на правом берегу реки вот такой берег у нас сегодня для ночевки не самый конечно хороший но тут вроде есть ровная полочка тут будем ставить палатку естественно не успели мы приплыть сюда нас сразу же атаковали мошки как обычно в огромном количестве ветра нет совсем никакого поэтому стараемся быстрее ставить палатку чтобы начать там готовить да и просто отдыхать вот так вот выглядит наше сегодняшнее место для ночевки таком берегу реки стоит палатка вещи уже которые нам нужны находятся в палатке остальное здесь в гермомешках очень много мошкары летает прям вообще невозможно и на улице палатку много набилось который набился палатку мы тут гардексом потравили какая-то часть наверное там уже валяется может еще что-то и летает внутри палатки но мошкары очень много в общем идем в палатку будем заниматься приготовлением чая кофе и еды пока мы тут кипятим воду в палатке чет у нас погода испортилась пошел дождик пришла туча небо вновь затянута но дождик не сильный красота а он Продолжение следует... Вода наконец-то закипела Опускаем картошечку Сегодня у нас суп опять будет Сытный такой, наваристый Из трех картошек Морковка, лучок И суповая основа В виде горохового супа С беконом Такой суп мы еще ни разу не ели Попробуем Что он из себя будет представлять У нас вон солнце выглянуло Только что ливень был А теперь ярко светит солнце И летает Туча мушка-рыпри Картошка вот у нас Поварилась примерно минут 10 Закидываем супчик Ну теперь будет еще вариться Наверное минут 20 Может чуть-чуть побольше Вот такая у нас ситуация на реке Вечереет Солнце уже клонится к закату Как обычно ветра Практически никакого нету Может прямо чуть-чуть Мушкары очень много Но погода сейчас Можно сказать Восстановилась Нормализовалась Таких грозных никаких туч нет В целом все нормально Вот так вот выглядит река Дальше по течению Как нам сказали Вот это вот Желтый налет такой Это вода цветет У нас она цветет зеленым цветом Тут вот таким вот Таким желтеньким можно сказать Или оранжевым В общем какой-то такой вот цвет Суп у нас приготовился Настаивается Буквально через пару минут Мы его будем есть Вот такое блюдо у нас получилось По тарелочке супа Сейчас съедим Немного еще добавки осталось В общем приятного аппетита Подходит к концу Очередной сплавной день Время сейчас 10 час Мы уже сделали все свои дела Вышли вот на улицу Сегодня вот похолодало Вечером Прям чувствуется Наверное такого холода Еще не было За все эти дни Машка пропала Появились немногочисленные комары Сейчас на улице По крайней мере Можно находиться Даже без накомарника Солнце вот уже практически Все зашло Вот вдали Только такой вот закат красивый Периодически вот Вечером проезжали Моторные лодки Наверное штуки 2 или 3 В общем движение на реке есть Чем ближе к устью Тем его становится больше Время сейчас 10 час И мы ложимся спать Утро 11 августа Погода наконец-то сегодня изменилась Вместо солнца Все небо, можно сказать, затянуто тучами Дует ветер Машкары и комаров Практически нет совсем Если есть, это какие-то тут вообще отдельные особи Которые не боятся ветра А так вообще никого нет Красота просто одним словом Вырезали из палатки Вот совсем недавно проснулись Умылись Набрали воды Будем сейчас готовить Чай А потом, как обычно, гречку Вот видно, приехали тут рыбаки Рыбачат Вот такой вот ветерок сегодня дует На улице так существенно похолодало Придется сегодня немного утепляться Поплыву я в сапогах Скорее всего в дождевике Ну вот, наверное, может во флисовой кофте В общем, как-то придется сегодня утепляться Потому что так прохладненько на улице Сейчас пойдем заниматься Обычными утренними хозяйственными работами Приготовился у нас чай Как обычно, попали кружек После этого будем готовить завтрак Водичка закипела Сегодня готовим гречку Три пакетика, как обычно Будем завтракать Допиваем чай И отправимся в путь У нас периодически здесь накрапывает дождик Иногда налетает такой сильный ветер С такими порывами Сейчас дождик прекратился Но он так идет как бы местами Кратковременный Минут 5 примерно Такая морость идет Потом он прекращается Ветер сегодня нормальный Такой сильный Тучи вот видно быстро По небу идут Комаров и мушкары нет совсем В этом плане, конечно, хорошо Вот кое-где даже вот видны просветы Голубого неба Но это, конечно, ни о чем не говорит пока что В основном здесь все затянуто Вот такой сегодняшний завтрак Гречка с приправками Укропчик, перчик И сушеное мясо Немного осмотрим эти места с воздуха Пока позволяет погода Так выглядит наш дальнейший путь Хорошо видно, что река широкая И вскоре нас будет ждать поворот налево После затяжного правого поворота реки Где и находится наш лагерь Закончив с бытовыми делами Мы начинаем собираться Складываем палатку Все упаковываем И относим на берег реки Затем немного подкачиваем байдаров Как обычно перед стартом Чтобы мы не расслаблялись Вылетели мошки Ветер стих Приходится опять надевать на комарни Только во втором часу дня Мы начинаем двигаться к устью До конечной сплавной точки А точнее до Абези Остается плыть около 35 километров Это вместе со сплавом по реке Уса Куда впадает Лемона Эту дистанцию мы должны осилить Не особо утруждая себя за два дня То есть завтра днем Наш сплав должен подойти к концу Поэтому сегодня особо не торопимся Километраж небольшой Сегодня просто будем двигаться Ближе к устью Где-нибудь там встанем на ночевку Ведь неизвестно Как будут обстоять дела с берегами На широкой усе А тут скорее всего удастся Что-нибудь найти Плыть сейчас немного труднее То ли из-за того, что река расширилась И не так сильно несет, как верховье То ли из-за небольшой мороси И встречного ветра Который периодически бывает Но он не особо сильный И на скорость это так не влияет Если судить по навигатору То наша скорость примерно такая же, как и раньше 6 километров в час Виды сегодня в воду вообще не впечатляют Низкие заросшие берега Кое-где с кустарником Просто так на берег не выйдешь Единственное, что могу отметить Так это высокий осыпной правый берег Который был недалеко от нашего лагеря Его было видно сверху с дрона Вот это место было неплохое А так ничего больше выделить не получится А мы тем временем преодолели Уже несколько километров Примерно половина запланированной На сегодня дистанции Осталась позади Ищем подходящий берег Куда можно высадиться и перекусить А в это время Иногда нас поливает мелкая мороси Которую даже дождем не назовешь Немного отдохнув и перекусив Мы возобновляем дальнейший путь Сейчас мы находимся Недалеко от нежилого поселка Юсьныра Которое будет находиться На правом берегу реки Очень скоро появился Относительно высокий правый берег Вот здесь вид реки Очень напоминает наши реки В средней полосе России И судя по навигатору Именно тут справа И находится этот поселок Информацию про это место Я не нашел Но судя по всему Жителей там нет И есть ли там дома Непонятно Тут мы не останавливались Но надо сказать Что здесь было хорошее течение Именно на повороте Скорость была отличная Двигаться внизу в их уже тяжелее Ширина понемногу увеличивается Буквально через 5 затяжных поворотов реки В Лемву впадет правый приток Речка Юньяга Вот туда мы и держим путь В 16 часов мы уже на стоянке За сегодня преодолели Чуть больше 14 километров На левом берегу Напротив пустя Юньяги Есть пляж Он далеко не самый лучший Особенно выход на берег Но наверху расположиться можно Постепенно мы обживаем Наш заключительный лагерь Уже поставили палатку Занесли все вещи Сейчас надо будет Как обычно Вытравливать мушкару Ее тут очень много Уже в палатке ее полно Сейчас будем его вытравливать Потом Как обычно Начнем кипятить воду Будем готовить кофе, чай И долгожданный ужин Ветра, кстати, опять нет совсем Традиционный Вечерний кофе В палатке На газовой горелочке Все приготовили По кружке кофе Потом по чашечке чая Приступим делать Ужин Сегодня у нас будет опять суп Суп харчо Начинаем готовить Основу для супа Как обычно Картошечка Лучок Моркови, к сожалению, не осталось Но ничего Добавим еще Вермишели Ну и потом Как обычно Саму суповую основу В виде харчо Наконец-то у нас Закипела водичка Опускаем картошку Их у нас сегодня Две штуки Всего осталось Ну ничего Нормально Решили мы Добавить В наш суп Еще Помимо вермишеля Пару горстей Макарон Чтобы Супчик Более такой Наваристый Густой Пышненький Чтоб посытнее В общем был Так как Картошки мало Мяса Никакого нет Будем Макаронами Это все Заменять Так Теперь лук Добавляем Еще немного Повариться Добавим Вот этот супчик Харчо Его мы уже Один раз готовили В этом походе Ну а потом Добавим Вот пару горстей Макарон И тут горсточка Вермишельки И супчик Должен будет быть Сытный такой И наваристый Приготовление Нашего супа Подходит к концу Добавили мы И макароны И вермишель Теперь он густой Прям такой Практически готов Сейчас немного С закрытой крышкой Постоит Буквально минут 5 На столице И будем Приступать К трапезе Так выглядит Заключительный Километр На реке Остается Буквально Три долгих Затяжных Поворота И мы будем В устье Но это Только часть Завтрашнего Пути Съели мы по тарелочке Супа Вышли на улицу А здесь Похолодало Причем Похолодало Так существенно Одели Пуховые Курточки Флисовая Кофта Термобелье Супа Пойдем 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 Умываться Наберем Воды И после Это будем Готовить Чай И завтрак Начинаем Готовить Сегодняшний Завтрак Опускаем Гречку Вот у нас Сейчас Поесть Еще С собой На обед В термосе Чай У нас Уже Готов Сейчас Все Сварится Перекусим Будем Собираться И выдвигаемся Вот Такой У нас Сегодня Завтрак Сушеное Мясо И Гречка Считанные Минуты До Старта Рюкзаки И палатка Уже Сложены И Упакованы Подкачиваю Байдарку Затем Все Переносим На берег Привязываем И Выплываем В полдевятого Мы уже На реке Готовы Плыть В Абиси Сегодня Самый Ранний Старт В этом Сплаве И это Не спроста Ведь мы Проснулись Специально Поранче Чтобы у нас Было Больше Времени На отдых И осмотр Абиси Но до нее Еще Надо Добраться И надо Сказать Я думал Это будет Проще Наверное Последних Дней Пять Нас Просто Заели Мошки И мы Очень Хотели Чтобы был Хоть Какой-то Ветер Чтобы эти Тучи Насекомых Из-за Ветра Не смогли До нас Добраться Но Но все 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 Дни Был Штиль Ветра Практически Никакого Не Был И О Чудо Сегодня Ветер Нас Услышал И Решил Отыграться За эти Дни Но Именно Сегодня Как раз Ветра Нам И не Надо Река Тут Расширяется Водный Коридор Становится Большим И В таких Условиях Двигаться Все Труднее Особенно Когда Ветер Встречный Поэтому Пытаемся Плыть Вдоль Берега Где Ветер И Волны Значительно Тише Я Даже Сейчас Не Хочу Представлять Что Будет Твориться На Усе По Которой Нам Плыть До Конечной Точки Порядка 13 Км Река Там Должна Быть Шире Чем Сейчас Поэтому Трудности На Сегодня Нам Обеспечены Погода Понемногу Поменялась Если С утра Было Пасмурно То Сейчас Выглядывает Солнце И Мы Уже Подплываем Кусть Так Нас Встретило Уса Налетели Тучи Ветер Усилился Пошел Неприятный Дождь Сначала Мы Вышли На Берег Решили Укрыться От Дождя От Деревья Вскоре Дождь Прекратился И Мы Взобновили Путь Всего По Лемве Мы Преодолели Около 167 Км А В 10 Часов 45 Минут Мы Борясь С ветром И Мелик Которых Надо Сказать Здесь Хватает Глубины Нет Совсем Изначально Как мы Выплыли В Усу Мы Повернули Сразу Налево И Двигались По Левому Рукаву Усы Вдоль Левого Берега В Этом Месте Находится Большой Остров Катыди Который Как бы Речку Разбивает На Две Протоки Поселок Кабесь Вместе Железнодорожной Станцией Находится На Правом Берегу Усы Там Уже Острова Нет И Нам Придется Перебираться На Другой Берег В Таких Тяжелых Условиях Поэтому Мы Решили Плыть Прям Вдоль Острова Но Сильный Ветер Это Совсем Не Дает Нам Делать Вдобавок Ко Всему Мы Часто Садимся На Меле И В таких Условиях Плыть Совсем Невозможно В какой-то Момент Нас Просто Прибило К острову Сильная Волна С ветром Не дает Выплыть Наше Движение Остановилось Связь Тут Ловят Поэтому Решаем Не Мучиться А звоним В Абизь Вячеслава С которым Договаривались Насчет Домика Рассказываем Нашу Ситуацию Что Находимся На Острове В 7 Километрах От Абизи И Узнаем Хорошую Новость Что Он Сможет За Нами Приехать Всего За Сплав Мы Преодолели 172 Километра И 800 Метров Вскоре Показалась Моторка Это Вячеслав Рюкзаки И Байдарку Транспортируем В лодку Садимся По местам И едем В Абизь В гостевой Доме Где Нас Ждет Тепло И Уют Северного Дома Наше Активное Путешествие Подходит К концу Редактор субтитров Корректор А.Кулакова